Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! И мы начинаем урок из самолета. Видите, я в самолете. Но попробуем, если вам слышно, видно, то попробуем провести урок. Пока не взлетим. 10.05 должны были взлетать, но, видите, Всевышний так сделал, чтобы мы успели провести урок. Сегодня урок будет посвящен очень важным вещам, которые я узнал в шаббат, о подготовке к Роша-Шана. И, знаете, Лунишима для поднятия души Рая Рахель Бат Сасон, чтобы ее душа поднималась выше, выше и выше, что как раз ее сын, ее потомки, не знаю кто, они стали спонсорами ВАИКРа, они хотят помогать, и они хотят, чтобы Торы больше было в мире в честь своей мамы. Дают всю душу, чтобы ее душа поднималась выше и выше. Значит, что я узнал про Роша-Шана в этот шаббат? Я узнал очень простая система подготовки к Роша-Шана. Значит, первое. Первое, самое главное, что мы должны в Роша-Шана понять и осознать, это вот этот момент сотворения нового человека. То есть Роша-Шана, этот день, этот праздник, это конкретный день, когда был сотворен первый человек, 5780 сколько-то лет назад. Значит, вот это момент появления первого человека. Новый, да, вот новый, создание нового творения Всевышнего. И вот, значит, первый человек появился, и мы каждый год заходим в этот момент сотворения нового себя. Поэтому молитвы в Роша-Шана, молитвы должны быть о том, чтобы Всевышнему, чтобы я стал новым. Каким новым? Добрым, сосредоточенным, здоровым, любящим Бога, духовным и так далее. То есть, именно самое важное, это аспект обновления и осознать, и понять вот этот момент нового себя. Новый я в Роша-Шана, это обновление человека. Увеличить деятельность Ваикра в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн-школу, у нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Средства мы хотим, чтобы это, как мы делаем это вместе, вот внизу, видите, ссылочка. Стань частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием. Мы хотим заниматься образованием. Но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно. Чтобы все было понятно. То есть, мы свет и радость, мы приносим людям. Это наш принцип, наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, welcome. Входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Второе. Второе, значит, это мы принимаем царство Бога. Нужно в этот день понять, что все, что происходит, абсолютно все, без исключения, это все от Всевышнего. Бог царь. Вся реальность идет от Бога. Это то, что мы в Роша Жена осознаем. И как только ты это осознаешь, ты перестаешь волноваться, перестаешь нервничать, перестаешь злиться. То есть, ты понимаешь, ну куда, все от Бога. Бог все рассчитал, все сделал, все к лучшему. Все. И ты только его благодаришь. Это вторая вещь в Роша Жена. Значит, первая, я новый. Второе, Бог царь. Третья вещь в Роша Жена, это тшува. Тшува, это мои действия, обновление действий. То есть, если я новый, так я и действия должен по-новому. А как я буду действовать в новой реальности, где есть новый я, как новое создание, где есть стопроцентное осознание и понимание, что Бог творец, Бог царь. И это новое такое мировоззрение, новая идеология, которая абсолютно понимает, ну то есть полностью, абсолютно, без всякого исключения, все от Всевышнего. Атольмина Шамаян, все от Всевышнего он управляет. И третье, третье, что тогда я должен делать? И в этот момент, Роша Жена, мы начинаем просить Всевышнего, чтобы он дал хороший год для создания действий, для выполнения действий, которые нового меня, исходя из знания, что все от Бога, приведут в этом году к большей близости ко Всевышнему, к большему выполнению Его заповедей. А как мы можем к Всевышнему предъявиться? Только через Стору, заповеди и добрые дела. Три вещи. Значит, творец не обновляется, творец он уже совершенный, он создатель, он творец. И он создает реальность. И вот в этот момент, в Роша Жена, происходит переключение на новый цикл. И мы, если мы в этот момент переключения, который наступит через неделю, если мы в момент этого переключения будем в правильном состоянии, и мы в этом правильном состоянии сделаем правильную интеллектуальную и духовную работу, то мы удостоимся супергода. Года полного счастья, потому что, представьте, как это, я новый, меня ничего старое, меня ничего старое не тревожит. Ни болезни, ни проблемы, ни воспоминания, ни какие там, ничего, все, нету. Старое отрезали, я новый. Чистый лист. А будущее что? А будущее прекрасно. Бог царь, Бог хозяин мироздания, я с ним вместе, я понимаю, что он все для меня приготовил. Даст Бог день, даст Бог пищу, даст Бог год, даст Бог счастье. Все вообще будет хорошо, все будет прекрасно. И что? И тогда возникает вопрос, и что? И тогда на этот вопрос наступает момент швы. А, если Бог всем управляет, так не единственное, с кем надо налаживать отношения с Богом. Если Бог всем управляет, не единственное, что надо делать, его заповеди. Если Бог всем управляет, так мне надо знать, что он от меня хочет, изучать тору. Вот вам смысл швы. А как общаться с другими людьми? Так, как Бог сказал общаться. А как мне выстроить свой год? Так, как Бог сказал выстроить свой год. Все понятно. И что у меня будет? Будет все хорошо. Это такая главная, простая, понятная работа Рошашина. Неделя у нас есть к этому подготовиться. Еще раз осознать вот эту вот вещь, что я, сна, это набор просто мыслей о себе. И новый я, это не так уж и сложно. Новый я, это просто как компьютер. Мы каждое утро обновляемся. Каждое утро мы, когда всплываем из сна, мы просто как компьютер, он подгружает старые программы. Ну, вы знаете, вот мне показали вчера вечером. Вчера вечером начались слихот. Такой процесс сейчас читают каждую, каждую там, кто-то ночью читает, кто-то рано утром. Слихот, это молитва о покаянии, да, такие просьбы, чтобы Всевышний простил, был добрый и так далее. И мне показал один мой приятель, показал обновление, новая операционная система. Я еще ее не загружал, на телефоны Apple, да? Он говорит, он говорит, показал мне, это уникальная вещь. То есть, но я пока здесь еще проснулся, у меня старая операционная система. Ну, на этой неделе я нажму кнопочку «Обновить операционную систему на телефоне». И у меня все обновится. У меня будет новая операционная система, которая позволит мне, например, взять и убрать, убрать какие-то старые, ненужные мне там документы, фотографии. Все куда-то в облако. Пусть уходит в облако, да? Я могу себе оставить абсолютно новый, чистый телефон, с новыми программами и что? Но это я взял такую метафору, да, телефон. Но она очень похожа. То же самое будет в Рожа Шана. Новый я, я новый. Вот я, например, в новом году, я хочу быть благодарным, веселым, осознанным, да, таким системным. То есть, вы можете для себя прям прописать, какой новый я? Я вот такой, я выбираю быть таким. Я прошу Всевышнего, чтобы в Рожа Шана, в день сотворения человека, чтобы Всевышний меня сотворил вот таким, каким я хочу. И я понимаю, что все от Всевышнего. Вторая работа. Царь, Бог царь. То есть, в этом мире все происходит по его воле. Хотим мы этого, не хотим. Все в этом мире двигается по воле Всевышнего. То есть, ты можешь планировать, ты можешь пытаться все контролировать. Вообще ничего не поможет. Ты можешь сдвигать. Это знаете как? Человек, который пытается контролировать свою жизнь. Он похож на комара, который едет в поезде, летит, летает внутри поезда. И он решил подтолкнуть поезд. И комар, он, значит, уперся в стенку поезда и там толкает. Вот примерно так выглядит человек, который пытается, думает, что у него есть контроль над его жизнью. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра, после-послезавтра. И кто пытается это все контролировать, у него, ему страшно, он в огромном стрессе. Но когда ты отпускаешь и говоришь, Бог, ты царь, я на тебя полагаюсь, ты меня до этого момента вел и всегда будешь меня вести. Все, наступает расслабление, такое вот умиротворение. Это работа Рожа Шина. И когда вы сделали эти две работы, я новый, плюс я верю, что все от Бога, что Бог управляет всем, тогда у вас найдется ответ на третий вопрос. А что делать? А что делать? Все, вы тогда найдете. Все, давайте эти три вещи, пожалуйста, запишите, подумайте над ними. Сейчас нам уже взлетать, но это три главных вопроса. Какой я новый? Общая идеология, что все зависит от Бога. И третье, что исходя из этого делать? Выполнять волю Всевышнего. Делай Его волю, как твою, и Он выполнит твою волю, как Его. Потом ты с Ним попадаешь с Богом в резонанс. И тебе вообще классно, что я вам желаю, чтобы Бог и Малех Кольм и Шилот Лебеха Литова Теха, чтобы Бог наполнил все запросы вашего сердца и для вашего добра, чтобы Всевышний дал вам силу, благополучие, здоровье, чтобы вы на все достоились прекрасного, прекрасного года. Дэн Дубравин, очень спасибо тебе огромное. Я, Дэн, когда-то насильно помог. И, значит, очень рад, что ты выходишь на родину. Все, всем удачи, успехов, счастливо. Мира, главное, чтобы был мир в душе. И вот это вот новый Я плюс Бог плюс выполнять Его заповеди дает мир в душе. Мир в семье, Штонбай. И мир во всем мире, чтобы мы удостоились. Вот прям, чтобы, давайте всем молиться в Рошашна, чтобы следующий год был годом мира. Чтобы закончились все войны, чтобы прям вообще больше никогда не было войны. Все, удачи, успехов всем. Продолжение следует...